сейчас мы пообщаемся с почетным членом жюри феликсом феликс нам приехал из израиля из тель-авива и вопрос будет такой зачем вообще как вы считаете людям нужно участвовать в этом конкурсе мастерам я вообще считаю не только в этом вообще в конкурсом движения потому что понять какой-то мастер изначально человек закончил школу макияжа потом он начинает понимать на ком он уровне вот понятие этого уровня понятия куда тебе надо дальше стремиться и что-то умеешь делать это именно дает чемпионаты чемпионаты мира чемпионаты европы невские берега поэтому я желаю всем участвовать соревнованиях понимать на ком-то уровне кроме этого есть еще такая вещь как статус а я всегда говорю девчонку который часто соревнования подумайте стоит вам участвовать соревнованиях ли не стоит почему потому что когда вы получили кого-то статус там первое второе третье место ли вы участник на соревнования вы уже не имеете права на некоторые вещи которые не делают участники соревнований то есть ну что на вас уже смотрят как через выучительное стекло на вас еще смотрят как уже на мастера поэтому обратить внимание что когда вы идете на соревнования вы на себя накладывать и большую огромную ответственность поэтому участвуйте но участвуйте с головой потому что эта ответственность на вас смотрят вы должны знать тенденции модные вы должны работать чисто аккуратно вы должны делать вкусные макияжи стильные макияжи то что ваши макияжи будут запоминать потому что те кто участвует соревнованиях он дает направление вот это так скажите а если девушки поучаствовали в соревнованиях и были не оценены ну то есть не прошли стоит дальше пытаться или вот все таки нужно действительно дойти до такого уровня чтобы идти на эти соревнования нужно ли расстраиваться и снова участвовать или может быть уже не стоит если я сейчас скажу что не надо расстраиваться это ничего не даст конечно мы все расстраиваемся если мы не получили к это призовое место это понятно люди они остаются людьми но дорогие визажисты дорогие участники будут прямо горит на камеру дорогие участники дело в том что мы судьи мы смотрим через призму своего взгляда поэтому вполне возможно то что вас не ценили это не значит что ваша работа плохая или или судьи плохие это значит что могут мы не увидели того что вы хотите преподнести если вы видите свое направление вы хотите идти именно свое направление пожалуйста добиваетесь кроме этого вы должны анализировать а почему моя работа не заняла какое-то место очень просто подходите судью к суде подойдите спросите оцените мою работу посмотрите какие оценки он поставил спросите у судьи почему такая оценка может а поверьте мне любой судья помогут объяснить свою позицию и защитить свои оценки может а за каждую оценку мы не они анализируем каждый образ мы анализируем мы отвечаем за свои оценки кроме этого продолжайте участвовать естественно что продолжаете у вас есть цель добивайтесь все